Занимаясь борьбой, можно ли уберечь шею и спину от хотя бы серьезных травм? Не кажется ли вам, что бразильский джиу-джитсу или грэплинг в этом плане находятся в более выигрышном положении, так как там минимализирована нагрузка на спину? Начну с конца. Про бразильское джиу-джитсу и про грэплинг. Учитывая то, что в бразильском джиу-джитсу и грэплинге ведется борьба в основном в партере, то в этом плане можно считать, что минимизировано количество высоких амплитудных бросков и, соответственно, падений, когда можно повредить себе спину или шею, как во процессе начала броска, так и в процессе полета, так и в процессе неудачного приземления. А вот что касается всего другого, можно ли минимизировать самые проблемы, я могу сказать одно. Минимизировать проблемы можно, особенно в плане аутотравматизма. Аутотравмы – это те травмы, которые человек причиняет себе сам. То есть, когда он нарушает технику страховки при приземлении, когда он недостаточно разогрет, размят, действует в рамках завышенных амплитуд и с большими нагрузками, чем у него готово тело, тогда он может и сам себе и связки порвать, и сустав вывихнуть сам себе, причем не кто-то ему это делает, он сам, и мышцы поднадорвать и все такое прочее. Вот это профилактировать можно. Как способом правильной дозированной нагрузки, увеличивающейся постоянно, чтобы была постоянно постнагрузочная компенсация, гипертрофия тех отделов, которых надо, и тогда уже все будет намного прочнее. И связки, и сухожилия, и суставы, и мышцы. Так это должны быть определенного рода разминки, растяжки, чтобы суставы были в хороших амплитудах действовали и так далее. Также должны быть хорошие заминки после тренировки, чтобы снять компрессии между позвонками. Но есть те травмы, которых избежать очень тяжело и практически невозможно. Это те травмы, которые причиняет оппонент. Особенно, если он заигрывается, что называется. То есть, предложим, если это соревнование, судья, например, уже сказал там, типа, все, или постучал, например, создаюсь, ну, и тут продолжает рычаг локтя делать, и в итоге вывихивает локоть, да переразгибает его. То же самое делает, предположим, скручивание пятки. Судья уже сказал, все, или тот уже закричал, там, постучал, а тот доводит прием до конца, рвет крестообразные связки. Вот таким вот образом. То же самое, где касается, если мы говорим про позвоночник и шею, то же самое может быть. В удушающих приемах, которые не являются столько удушающими, сколько перелавляющими шею, по типу гильотин, там, самых разных, там, можно повредить шею. Вот, конечно, чем шея сильнее, тем меньше вероятности, но тем менее спортивник сильный, он любую шею свернет. Вот, то же самое касается, можно и на переразгиб взять себе позвоночник. Поэтому, вот, что касается аутотравматизма, да, здесь очень можно серьезно профилактировать, снизить количество травм, глупых зачастую. Что касается травм, которые причиняет оппонент, здесь дело спортивной, значит, критики, дело взаимодействия на ментальном уровне между собой оппонентов, действия судьи, правильная работа тренера. И, я говорю, прежде всего, здесь этика спортивная работает. Вот так вот. Тааа!